Про то, что один и тот же фотограф может делать совершенно разный на выходе материал, совершенно разный. Вы знаете, у нас, я могу вам сейчас вот тоже приоткрою тайну, например, работаем мы с каким-нибудь, предположим, видеографом, да, и мы ему говорим, смотри, нам нужно, чтобы было вот так, 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 даже если, допустим, на мероприятии этого не было, да, даже если там бюджет, ребят, не позволил сделать что-то, да, такое, например, там, сделать какую-то съемку, там, не знаю, с коптера, нам нужно, чтобы это было, и он говорит, хорошо, я найду возможность, либо я найду те съемки, которые у меня были, да, либо я там найду возможность, чтобы это было, да, каким-то образом, то есть он готов сделать чуточку больше, потому что агентство для него, ну, постоянный партнер, все элементарно просто. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Та же история, там, с фотографами, потому что фотограф, он готов стараться, потому что агентство для него постоянный партнер, и если он разочарует агентство, то у фотографа просто не будет больше заказов от агентства, ну, все, опять же, просто, да. Та же история, там, со стилистами, с декораторами, со всеми абсолютно, с каждым участником всего этого действия, вот абсолютно та же история. Поэтому я еще раз скажу, что это коллективный труд, и это не означает, что если этот человек это сделал, значит, остальные просто стояли в сторонке и ни черта не делали. Нет, это не так, поверьте, на самом деле организатор прилагает довольно-таки большое количество усилий для того, чтобы получился тот или иной проект.